Если дети цветы жизни, то семья Растворовых может по праву считаться небольшим садом, цветущим круглый год. Три сыночка и лапочка-дочка, а также мама и папа, живут дружно и никогда не скучают без дела. Коленька, у тебя готова твоя черепаха? На, Колёш, давай будем водичку туда наливать, а ты пока наполняй рыбку. Пока восьмилетняя Даша грызет гранит науки в школе, мама Евгения с малышом Антоном и четырехлетним Колей строит большой замок в Песочнице, а шестилетний Сережа рассекает по двору на самокате. Каждый ребенок он желанный, он пришел в нужный для него момент, как это, я думаю, не нужно. И поэтому, сложно сказать, планировали, не планировали, это просто вне поля моего ведения. Большая семья Растворовых не только отдыхает вместе, но и всегда сплоченно занимается домашними делами, справляется с трудностями. Одна из причин, по которой мне бы очень хотелось, вот лично мне большую семью, то, что дети вовлечены в быт. То есть нет такого, что мама ради детей. Мне не нравится такой подход, мне больше нравится, что мы вместе делаем какое-то общее одно дело. Старшие играют с маленьким Антошей, помогают маме с уборкой и приготовлением обедов. То, что главное в жизни – это материнское счастье, а не успешная карьера, Евгения осознала совсем недавно. А ведь еще некоторое время назад, еще будучи мамой троих детей, она управляла отделом внешнеэкономической деятельности крупной компании. Когда у тебя, например, двое детей на руках и клиент на том конце провода, от которого там зависит, и от моего диалога с ним зависит, будем мы с ним заключать контракт или нет, это были для меня очень сложные времена. А вообще я считаю, что женщина, она очень многое может. Евгения уверена, что совмещать карьеру и материнство вполне возможно. Но если рядом есть человек, на которого можно положиться, лучше посвятить жизнь исключительно воспитанию детей. В этом плане Евгении повезло. Супруг Дмитрий, преподаватель кафедры промышленной теплоэнергетики в ЮРГУ, полностью взял на себя ответственность за содержание большой семьи. С одной стороны, это много затрат, с другой стороны, это большая система, это большое чувство ответственности, которая не давит, в данном случае не угнетает, а наоборот дает силу для работы, для созидания. Поэтому это упрощает добывание хлеба для семьи. Но в общем-то я не считаю героизмом воспитание трех или четырех детей, потому что так и должно быть. В русской традиции так всегда и было. Многодетность считалась не подвигом, а даром свыше. Причем большими были семьи с разным достатком, и царские, и крестьянские. Кажется, сегодняшние молодые люди стали возвращаться к традициям прошлого. Все больше супружеских пар решаются и на пятого, и на шестого ребенка. Тем более, что ощутимую поддержку многодетным семьям оказывает государство. И дополнительные соцпособия, и льготы, и программа материнского капитала. Евгения Малышко, Анастасия Кныш, Рамиль Газеев, ОТВ.